Продолжение следует... 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 является выступление с докладами на научных конференциях и семинарах. В этом году студенты второго курса провели научно-практический круглый стол по вопросам использования информационных технологий при расследовании экономических преступлений. На данный круглый стол были приглашены студенты и преподаватели из других вузов, а также юристы практики. Студенты Высшей школы экономики принимают участие в программах академической мобильности. Любой студент Вышки имеет возможность в течение семестра учиться в любом кампусе Высшей школы экономики. Всегда с большим уважением я представляю преподавателей нашей образовательной программы. Преподавательский состав представлен преподавателями всех четырех кампусов Высшей школы экономики. Кроме того, мы активно привлекаем к реализации образовательного процесса, практиков. Это, как правило, руководители органов государственной и муниципальной власти, учредители собственного юридического бизнеса, корпоративные юристы, специалисты в сфере Legal Tech. Наши выпускники имеют не только фундаментальные знания в сфере гражданского и предпринимательского права. Они обладают навыками и умениями проведения правовой экспертизы, применения технологий анализа больших данных компетенциями в сфере Legal Tech. Поскольку наши выпускники обладают как универсальными, так и узкоспециальными компетенциями, им под силу решение любой юридической функции. Они с успехом работают в юридических департаментах органов государственной и муниципальной власти, в бизнес-структурах, в адвокатуре, в судах и надзорных органах. Опыт показывает, что в течение одного, максимум двух лет после получения диплома магистра они переходят на руководящие должности в юридические департаменты. Поступить на программу правовое обеспечение предпринимательской деятельности можно по результатам экзамена по гражданскому праву, а также по результатам участия в олимпиадах юридической направленности. Подробно с правилами сдачи экзамена, с вопросами экзамена, с системой оценивания можно ознакомиться на сайте нашей образовательной программы. Также на сайте вы можете получить информацию о направлениях и треках олимпиад, участие в которых учитывается при поступлении. В этом году мы осуществляем набор на 14 бюджетных мест, 10 коммерческих мест, кроме того, предусмотрено 3 платных места для иностранных граждан. Ниже на слайде вы можете видеть конкурсную ситуацию прошлого года. Стоимость обучения на образовательной программе правовое обеспечение предпринимательской деятельности составляет 180 тысяч рублей. Вместе с тем, обращаю ваше внимание, что в высшей школе экономики действует гибкая система скидок. Размер скидки зависит от результата экзамена по гражданскому праву. Для того, кто принял решение поступать на образовательную программу правовое обеспечение предпринимательской деятельности, я рекомендую прежде всего ознакомиться с программой вступительного экзамена. Абитуриентам, которые не имеют базового юридического образования, я рекомендую пройти курсы по гражданскому праву. Если у вас остались ко мне вопросы по порядку поступления на образовательную программу правовое обеспечение предпринимательской деятельности, особенностям обучения в высшей школе экономики, вы можете написать мне на корпоративную почту. Ее адрес вы можете видеть на этом слайде. Добро пожаловать на образовательную программу правовое обеспечение предпринимательской деятельности.